Всех привет. У нас сегодня разговор. Опять мне кажется, что я переборщил слегка в объеме, но тут уж ничего не поделаешь. Хочется рассказать как можно больше про язык программирования. Вот. Впихнуть это в один семестр. Единственное, что меня останавливает, это ситуация, когда я слишком много надеюсь на то, что у вас там есть где-то полное знание про некоторые аспекты того, как устроены языки программирования. Это, конечно, неправильно, потому что это резко сужает аудиторию, и делать эти лекции бессмысленно. Но неважно. Важно то, что я сегодня хочу рассказать про многое. Про что успею, про что расскажу, про что не успею в следующий раз. Сегодня тема у нас длинная, как видите, но фактически она крутится вокруг одной и той же идеи, вокруг последовательности. Мы с вами уже знаем, что в питоне есть всякие странные составные типы данных, типа строк, вот, которые могут, да, типа кортежей, они же тюпли, вот, которые тоже могут состоять из чего угодно. Вот, вот примерно так вот, да. И давайте мы их ради интереса сложим. Вот. То есть, некоторые составные типы данных. Скажем, из кортежей мы можем связывать другие объекты, просто их включая. Вот. Значит, ну и списков тоже. Про списки мы сегодня поговорим поближе. Короче говоря, нечто, являющееся последовательностью. Чтобы понять, что такое последовательность с точки зрения питона, как языкопрограммирования, вот, синтаксически снаружи, а не, как она там внутри устроена, надо вспомнить, что у нас есть такое понятие в питоне, как метод. Вот. В данном случае метод имеет отношение к объектной ориентированности языка. Понятие метод имеет отношение к объектной ориентированности языка, потому что оно имеет отношение к термину, который называется инкапсуляция. Про это мы поговорим в свой черед. Идея состоит в том, что пространство имен, которые нам доступны, имен объектов, которые нам доступны в Python-интерпретаторе, представляет собой иерархию. То есть вот у нас есть, допустим, глобальные имена, он же Globals. Ну, допустим, мы заводим какой-то объект. Вот у нас в глобальном пространстве имен появляется имя А. У этого имени А, если его посмотреть, внутри есть опять пространство имен и довольно обширное, как видите. Вот, по большей части оно состоит из каких-то имен, которые начинаются на два подчеркивания. Вот. Мы косвенно про это поговорим сегодня чуть-чуть. Вот. А некоторые нет. Нет. Причем, если, допустим, мы непосредственно, ну, скажем, обратимся к этому имени, мы увидим, что, скажем, fromBytes – это метод встроенный нашего объекта. Вот. То есть, некое имя, которое лежит внутри имени А, и по которому мы можем добраться до того, что называется метод. Метод – это на самом деле функция. Вот. То есть, это нечто, что можно вызвать, получить результат. Про функции мы поговорим чуть позже, поэтому сегодня такой немножко… Вот в предыдущих лекциях я говорил про функции раньше, чем даже про циклы. Но это показалось странненьким, и я решил так не делать. Тем более, что мы все знаем про функции, на самом деле. И лекция про функции будет посвящена тому, какова их специфика в питоне. Итак, это метод. А вот это, допустим, число. То есть, у нас fromBytes – это что-то такое, не то функция, не то метод, как видите, встроенный. А real – это значение. В принципе, вот такая классификация на вызываемые и невызываемые поля внутри нашего объекта – это довольно нормальная штука. Вот. С этой нормальностью есть одна проблема. Непонятно, как называть. Значит, все внутреннее пространство имен нашего объекта, вот это все, каждое такое имя называется поле. Поле объекта А. Вот. Те имена, которые указывают на вызываемый метод, ну, например, на функцию, ну, в смысле, на метод, да, они называются методами. А те имена, которые указывают на поле данных, они почему-то все равно называются полями. То есть, у нас есть поля-методы и поля-поля. Возникает некоторая путаница. Я постараюсь ее в разговоре избегать. Но когда я говорю просто методы, я имею в виду именно методы. Когда я говорю просто поля, не конкретизируя какие, скорее всего, я имею в виду поля-поля. Вот. Если надо будет вводить какую-то четкую, какую-то общую, я буду говорить пространство имен. Вот когда мы говорим вообще про все, что лежит внутри нашего объекта, это пространство имен. Вот. Значит, ну вот. Такие дела, да? Значит, мы про это еще будем говорить, когда будем говорить про объектно-ориентированную парадигму в эпитоне. Ну, а пока что вот привыкнем к тому, что у всех объектов есть поля. Причем, значит, смотрите. A.real. Там у него самого тоже есть поля. Ну, в общем, вы меня поняли. То есть, вот это вот пространство имен – это не статическая структура, которая заранее задана, а, скорее всего, структура вычисляемая. Вы же понимаете, что вещественная часть целого числа и ее дробный нумератор – это числитель. Значит, если его представлять в виде рационального, то это будет числитель. Это все просто целые числа в данном случае. У каждого целого числа есть поле – вещественная часть, есть поле – целая часть, это самое числитель и так дальше. То есть, вот эту повесть про сторожку мы могли бы продолжать вечно, потому что у каждого объекта существует пространство имен, в котором есть какие-то другие объекты, у которых опять пространство имен, ну и так дальше. Вот. То есть, это, повторяю, не иерархия классов, не какая-то статическая структура, а просто такие, ну, свойства объектов иметь эти самые поля, то бишь методы. Вот. Еще одна довольно забавная фишка, с которой опять-таки мы будем более близко знакомиться, когда будем говорить про классы, это то, что на самом деле все, все операции, которые вы можете сделать над объектами в питоне, это на самом деле вызов соответствующих методов. То есть, операции типа сложения, скобочки, даже, по-моему, запятой, и это все, нет, запятая – это синтактическая конструкция, это не операция. Ну, в общем, все точки, точки вот этой самой точки, да, вот все такие операции, которые мы можем сделать с объектами, это на самом деле вызов соответствующего метода. Ну, довольно простой пример, который тут в плане лекций есть, значит, мы можем написать, ну, там, 42 плюс 100 500, а можем написать, допустим, а равняется 42, и а точка ад от 100 500. Вот вам, пожалуйста. Вот. Мы можем даже не так сказать. Мы можем сказать 42а точка ад от 100 500. Ну, понятно, разницы-то будет никакой, это тот же самый объект, просто здесь он, здесь он у нас связан именем А, а здесь мы его только что сконструировали. Вот мы его только что сконструировали, но, тем не менее, мы можем, разумеется, взять, обратиться к его пространству имен, и так дальше. Скобки здесь поставлены, понятно почему, потому что 42 точка, ну, разумеется, читается питоном как вещественное число. Понятно. Вот. Все еще интереснее, на самом деле, забегая опять-таки вперед, мы можем воспользоваться методом класса, в данном случае класс у нас int, да? int. Мы можем сказать вот так, int точка ад 100 500. А, ну да, 42. Вот. И получим, опять-таки, то же самое, да? Все это, в какой-то степени, вообще говоря, одно и то же. Вот. Главная идея наша состоит в том, ну, на самом деле, вот это не совсем одно и то же. Вот. Но так тоже можно. Вот. Главная идея наша состоит в том, что так писать, естественно, было бы страшноватенько, а вот так писать красивоватенько. Вот так мы и будем писать. Вот. На самом деле, как я уже сказал, не только арифметические операции, но вообще все, что мы можем сделать с нашими объектами, скорее всего, превращается в его метод. Ну, например, вот мы возьмем строку, мы можем написать len от строка, а можем написать а точка len. И получим то же самое. Вот. Здесь, правда, начинаются интересные вещи, связанные с тем, насколько вот этот синтаксический сахар не только упрощает запись, но и, скажем так, слегка спрямляет логику. Идея стоит в следующем. Есть понятие в питоне, такое сложное понятие, про которое мы сейчас говорить целиком не будем, оно называется протокол. Протокол – это некоторая договоренность о том, как набор методов соответствует нашему пониманию, ну, скажем там, целого числа или последовательности, или строки, или еще чего-то. Нет, строка – это конкретный класс. А вот числовой протокол – это разговор о том, какие методы должны быть реализованы в вашем классе, чтобы этот класс считался настоящим числом. Ну, то есть, чтобы можно было его складывать там, и вообще, чтобы к нему были применимы какие-то алгоритмы, которые работают с числами. Выглядит это довольно страшновато. Вот так это выглядит на оси, да? Обратите внимание, да, значит, я уже, по-моему, говорил в самой первой лекции, что хорошо людям, которые знают си и хотят его дальше изучать, почитать код питона – это хороший стиль и очень неплохой пример. Вот, значит, обратите внимание, что для того, чтобы некий объект был числом, нужно реализовать вот такое количество всяких методов. В том числе, например, проверить, является ли он числом. Да, у него должно быть отдельный метод, который говорит, а это вообще число, тот объект, который нам передан, или нет. Такая же примерно картина в случае реализации числового объекта на питоне. Для того, чтобы реализовать число объект на питоне, вы должны ему задать вот такое количество методов. Это в случае обычного этого самого числового объекта. А если вы там хотите еще всякие плюс-равно, плюс умножить-равно, или там сдвинуть-равно, то еще вот такие. Еще вы должны обеспечить функции для сравнения, ну и функции для конвертации в другие числовые объекты, если, опять-таки, вы этого хотите. Значит, вот после того, как вы часть этого протокола реализуете в своих объектах, объект становится числовым. То есть, если вы используете какие-то внешние функции, методы, программы, которые работают с числами, вы можете скармливать туда свои собственные числовые объекты, и они будут работать. Такие дела. Понятие протокол может включать в себя некоторую логику по тому, как красивая картинка, там вот, допустим, умножить на 3, превращается в достаточно логичную интерпретацию, а кто, собственно, занимается этим умножением. Ну, давайте вот в случае этого умножения на 3 как раз и поговорим. Значит, смотрите. Ну, у нас есть, ну, допустим, для красоты напишем, S равняется Q, а A равняется, ну, скажем, 4. У нас S типа STR, A у нас типа INT, и, соответственно, когда мы умножаем S умножить на A, совершенно естественно решить, что это S точка MUL под A. А. Очевидно. Внимание, вопрос. А что происходит, когда мы говорим A умножить на S? С точки зрения синтакса верхнего уровня, с которым мы с вами работаем, все красиво. С точки зрения интерпретации, которую я только что подсказал, понятное дело, значит, число не может знать, как его умножают на произвольный какой-то объект, например, на строку. Мы не можем в методе, в целочисленном методе MUL, а это, смотрите, вот когда мы пишем вот так, это, разумеется, строковый метод. Только вот так вот. STR, MUL, S, A. Да? А вот когда мы пишем вот так, это, разумеется, числочисленный метод, да? Соответственно, OF INT OBJECT. Соответственно, если мы пишем INT MOLE, то мы получаем вот такую ошибку. Вот. Что же мы имеем, когда мы пытаемся вот так вот это сделать? Почему мы не получаем исключения? Потому что есть протокол. В данном случае это протокол коммутативности, да? Когда мы можем переставлять снижаемые, да? Вот. Который говорит о том, что операция, в данном случае переставлять со множителя, операция умножения, поскольку она коммутативна, то мы можем для того, чтобы вот такое умножение произошло, сделать следующее. Мы для начала определим, что попытка умножить наш объект, ну, наше число, скажем, в данном случае, на произвольный объект, будет возвращать специальный объект NOT IMPLEMENTED. NOT IMPLEMENTED – это такой объект питоновский. Со словами «Вы знаете что?» Вот я целое число не умею умножаться на строку, но ошибки не выброшу, верну вам NOT IMPLEMENTED, а вы там проверьте, может быть, строка умеет умножаться на целое число. То есть, когда мы выполняем вот такую штуку, A умножить на S, то сначала у нас пытается произвести вот такая операция, она возвращает NOT IMPLEMENTED, и сообразным протоколом мы пытаемся воспроизвести следующую операцию, и вот она уже работает. Обратите внимание на букву R. Это означает, что это умножение с переставленными со множителями. Мы правую умножаем на левую. Вот вам, пожалуйста, протокол умножения более хитрый, чем обычный. На самом деле у всех альфметических операций могут существовать их правые аналоги. Ровно для той ситуации, когда у нас объект, который первый в операции, не способен произвести ее, но зато способен второй. Тогда первый при попытке сделать эту операцию вернет NOT IMPLEMENTED, а второй, соответственно, сделает как надо. Вот протокол. И теперь мы начинаем говорить про последовательности и про цикл for. Здесь я вынужден напустить немножко туману, потому что протокол последовательности, он не такой сложный, как числовой, но и не такой понятный. Там встречается, например, понятие генератора. Точнее, итератор. Это рирмый объект. Мы про итераторы будем говорить несомненно, но чуть позже. А сейчас нам нужно ввести цикл for. И прежде чем мы его введем, я хочу сказать, что с точки зрения питона последовательность – это тоже такой протокол. Забегая вперед и, так сказать, не разъясняя, вводя только волшебные слова, скажу, что последовательностью является либо что-то, из чего можно сделать итератор, и все, тогда все клево. Либо что-то, у чего есть длина и возможность взять произвольный элемент по номеру. Вот, либо то, либо это дает нам в сумме последовательность. На самом деле, второе, если у объекта есть длина и возможность взять элемент по номеру, то из него можно сделать итератор, и поэтому фактически последовательность – это то, из чего можно сделать итератор. Но поскольку слово итератор нам пока ничего не говорит, вернемся к циклу for. Значит, мы с вами знаем, что последовательностью являются у нас строки, кортежи, списки. Вот еще сегодня про множество поговорим. Цикл for выглядит вот так. То есть, в самом простейшем случае, for c in v, print c. С точки зрения цикла, вот эта штука является последовательностью. Цикл ее проходит поэлементно, связывает эту последовательность вот таким именем, и внутри тела цикла, а мы помним, что внутри любого составного оператора есть блок со сдвигом, внутри тела цикла у нас вот это вот имя будет связано с одним из элементов вот этой последовательности, ну, собственно, что мы и наблюдаем. Вот. Значит, почему здесь написаны имена? Мы можем состряпать довольно сложную последовательность, ну, не знаю, ну, самый простой, ну, вот такой вот. Ой, что это? Это тюбль-тюблий, да? Кортеж-кортежей. Можем написать вот так вот. Да? И тогда у нас имя c будет связывать, собственно, кортеж. А можем написать вот так вот. В, только не c. Вот так вот. О! Обратите внимание, что здесь действует ровно такое же множественное связывание, какое мы с вами проходили вот тут вот, да? Когда я писал вот так вот, где я писал? Вот здесь вот я писал, да? Фактически у меня слева были через запятую перечисленные имена, а справа у меня был кортеж. Этот кортеж распаковался и связывался элементами слева. Сразу вам скажу, что для множественного связывания на самом деле вообще все равно, какого типа последовательность стоит справа. Справа просто должна быть последовательность. Мы можем написать вот так, например. Ну, или вот так вот. Понятно, да? Вот эта вот распаковка последовательности при связывании будет происходить. Ну, вот она и тут происходит, и вот тут происходит. И мы, возможно, если успеем, сегодня посмотрим еще что вообще любая последовательность. Единственное, что должно быть, что должно соблюдаться, это чтобы последовательность, которая справа, была той же длины, что количество ссылок, которые слева. Слева обычно там имена или там, возможно, какие-то другие способы сослаться. Но вот то, что слева, это такая синтаксическая конструкция, перечисляющая связи. А то, что справа, это последовательность, которую нужно раскрыть. Если у вас есть желание все-таки как-то распаковать последовательность таким образом, чтобы она запихалась в три элемента, есть вот такая конструкция. Вы можете выделить среди ваших имен такой catch-all, и тогда у вас в A и в C попадет по одному элементу последовательности, а в B попадет список из всех остальных. Обратите внимание, что туда попадает именно список модифицированный. Вот такая картинка. Любой из элементов можно пометить catch-all, и туда приедет список. А вот так не сработает, понятное дело. Такие дела. Что касается цикла, то все довольно просто. Цикл for. Да, да, да. Это не совсем про скорость, но вот сейчас... Спасибо большое за вопрос. Но вот сейчас самое время про него рассказать. Обратите внимание, что цикл for, он вообще про другое. Цикл for – это штука, которая не занимается проверкой каких-то специальных условий, как в цикле while. Это штука, которая изготавливает из вашей последовательности итератор, и потом по этому итератору ходит. В этом смысле for удобно пользоваться, если вы хотите пробежаться по всем элементам чего-то. Или такой классический, забегающий чуть вперед, классический цикл со счетчиком питоновский. Выглядит так. For. print e in range, скажем, от 10. Print e. Вот range – это такая последовательность из 10 элементов от 0 до 9 включительно. Вот. И в этом смысле цикл for и выглядит короче. И читается, в общем, естественнее, если вы привыкли к этому самому range. И работает в каком-то смысле быстрее, потому что никаких проверок на равенство и нулю, единицы и так дальше, и так дальше, не происходит. Мы просто ходим к нашей последовательности и берем из нее все элементы. Такие дела. Вот. Теперь немножко о протоколе последовательности в том виде, в котором мы пока будем ее понимать. Значит, его протокол. Значит, мы уже знаем, что последовательность, ну, например, ss. Последовательность имеет операцию индексирования. Мы можем сказать нулевой элемент и получить нулевой элемент. Ну, или там второй. Или, скажем, минус первый. Понятно, да? Значит, минус первый элемент последовательности – это просто ее последний элемент. Или, скажем, минус третий. Какой тут будет? Ну, была бы у нас лекция, все бы хором сказали 1, 2. Да, это будет 1, 2. Операция индексирования в действительности, как мы уже знаем, это такой метод. Метод getItem. То есть, можем взять ss.getItem. От трех. А, нет, такого. От двух. Третьего элемента у этой последовательности нет. Есть нулевой, первый и второй. Вот. Собственно, с точки зрения питона, последовательность является индексированной. И к последовательности можно применять операцию квадратная скобка, если у нее есть метод getItem. Все. Если метод getItem есть, синтаксическая конструкция ss, ну там, последовательность с квадратными скобками работает. Вот, например, вот так мы не можем сказать. А, можем. А у нас, скажем, вот так вот. Вот так вот мы не можем сказать. Потому что он изноцабскрипт был. Почему он изноцабскрипт был? Потому что у а нету метода getItem. А у любого другого элемента, у которого он есть, например, у списка, у тюпля, у множества, мы можем так сделать. Такие дела. И, кстати, у словаря даже тоже. Вот. Ну что, значит, индексирование от конца мы смотрели, индексирование от начала мы смотрели. Обратите внимание на то, что неправильный индекс приводит к операции индекс out of range. Вот. Какие мы еще константные последовательности знаем? Строки. Со строками все интересно. У нас будет отдельная лекция про строки. Вот. Строка – это такая вполне себе последовательность. Ну, допустим, вот у нас строка S там. Давайте сделаем. S множить равно, ну, скажем, 6. Да, S. О. Вот. У строки есть одно волшебное свойство, которое как бы намекает нам на то, что, в принципе, все вот эти квадратные скобочки – это не такая там, ну, как все адресная арифметика, обращение к какому-то месту в памяти. А это такие методы. Свойства строки довольно забавные. Как вы думаете, если сама строка имеет класс str, тип str, то какого типа будет ее один элемент? Вот. Правильный ответ. Тоже str. То есть, фактически, можно написать S5 нулевое, 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 минус первое. Ну, вы меня поняли. Такая же фигня, которую мы встречали при определении пространства имен объекта. Объект у нас есть, значит, у него есть пространство имен. В этом пространстве имен есть какие-то поля, ну, собственно, методы. Эти методы можно дергать. Ну, и так дальше, и так дальше. Да, точно так же здесь. Поскольку, а что, понимаете как, нет понятия символ. Символ – это вообще другой тип данных. Совсем другой. Потому что, очень простой ответ. Поскольку у нас тип строка, строка индексируемая, индексируемая, индексируя моя последовательность, минус первый элемент – это последний элемент нашей строки. Какой последний элемент строки E? Очевидно, E. Вот. Значит, да. А вот что касается символа, то тут вопрос очень сложный. Да, значит, мы не очень сейчас понимаем, что такое символ. Если символ – это то, что в C называется char, то обратите внимание на то, что в питоне вообще мы работаем не с байтами, а с юникодным представлением строк. У нас можно всегда сделать вот так вот. И несмотря на то, что очевидно буква E имеет какую-то кодировку, каждый элемент строки будет соответствовать ровно одному символу. То есть ровно одной. Конечно, есть минус второй элемент в питоне. Я же показывал. И минус третий есть. Вы чего? Это конкретно в этом самом. В строке E нет минус второго элемента, потому что она длиной в один элемент. Еще раз. Отрицательная индексация – это просто индексация с другой стороны. Вот. Значит, это я отвечаю на вопрос, неужели в питоне нет минус второго элемента. Разумеется, есть. Вот, пожалуйста. Да. Значит, но это что касаемо индексирования. Значит, строка – это такая последовательность, у которой один элемент является строкой. Что бы это ни значило. Существенно более хитрая операция над последовательностями называется секционирование. Секционирование – это вот какая штука. Сейчас покажу. Давайте мы что-нибудь такое. Лист от range. Лучше не лист, лучше тюпль. Лист мы пока не проходили. Тюпль от range. Вот, ну, допустим, до 30 шагом 2. Да, да, индексация ими от единиц. Ну, вот, давайте мы зададим вот такой тюпль. Вот. И давайте посмотрим, как брать из него секции. Значит, ну, как брать из него, там, скажем, третий элемент, понятно. А как брать из него, скажем, элемент с второго по шестой. Синтаксически это выглядит вот так, как запись индексов через двоеточие. Давайте посмотрим, что такое второй элемент. Нулевой, первый, второй. Вот это второй элемент, третий, четвертый, пятый, а шестой не включается. То есть, фактически, для тех, кто учил математику, это вот так должно было бы выглядеть. Понятное дело, да? Вот этот включается, а вот тот не включается. Ну, понятно, такая запись в языке программирования снесет крышу кому угодно, поэтому так никто не пишет. Но идея стоит в следующем. И вообще это такая достаточно стандартная питоновская фишка, которая состоит в том, что верхний индекс, верхняя граница всегда не включается. Ну, чтобы ошибок типа off-by-one было поменьше. Мы должны просто запомнить, что если мы говорим от двух до шести, это значит, от двух до шести не включая шесть. Если у нас длина последовательности одиннадцать, то это значит, что десятый элемент у последовательности есть, а одиннадцатый элемент у последовательности нет. Ну да, или вот так. Это зависит от того, какая нотация была в школе у кого. Так вот, секционирование. Мы берем секцию. Как совершенно правильно тут замечают, у операции секционирования есть еще один... Можем вот так написать. Обратите внимание, что минус один это просто последний элемент. У операции секционирования есть еще один параметр. Это шаг. Давайте на это посмотрим. Значит, что здесь написано? Со второго по последний элемент, не включая последний. С шагом два. Что это означает? Ноль, один, два. Это раз. Три, четыре. Это два. Пять, шесть. Это три. Ну и, значит, семь, восемь. Это четыре. Вот. Обратите внимание, что последний элемент не включается. Это, кстати, интересная штука. Вот если мы хотим сделать секцию от, ну скажем, от минус второго до последнего элемента. Если мы напишем вот так, это будет до предпоследнего, обратите внимание. Вот. Поэтому есть вот такая конструкция, когда элемент у нас не указывается, считается, что он последний, ну или в таком случае первый. Хотя вот это как раз эквивалентно. Вот так мы написать можем, а вот вместо этой штуки мы написать не можем ничего. Потому что операция секционирования, если ее написать с явным последним элементом, будет работать, не включая его. Таковы правила. Значит, если мы хотим включить, мы пишем просто отсюда и до обеда. То есть отсюда и до конца. Ну, если уж на то пошло, мы еще можем отрицательный шаг сделать. Так, смотрите. Значит, t от, скажем, 10. t от девятого до третьего с шагом минус 2. Тыдыщ. Обратите внимание, что при этом, опять-таки, третий элемент уже не включается в нашу последовательность. И это будет девятый элемент, и это будет седьмой элемент, и это будет пятый элемент, ну, а третий не включается. Шаг минус 2. Вот такая вот операция секционирования. Чтобы было понятно, да, что вот эти волшебные синтаксические конструкции – это такой же точный синтаксический сахар, как и просто скобочка. Расскажу, хотя это не так просто, как работает операция секционирования, то есть какому методу она соответствует. Удивительным образом операция секционирования соответствует методу тому же самому getEighting. То есть у метода getEighting вот этот параметр, которому вы передаете, он может быть одним числом, там, как мы уже говорили, t.getEighting, ну, все тот же минус 2, например, да. А может быть более хитрой конструкцией, в которой мы указываем как раз начало, конец и шаг. Это хитрая конструкция. Это, опять-таки, не какое-то волшебное сочетание двоеточий. Это просто специальный объект типа slice. Ну, вот давайте мы сейчас воспроизведем вот это, да. Slice равняется slice от 9 до 3 с шагом минус 2. Этот самый slice – это просто такая абстракция. Мы можем задать, вот в случае slice, мы можем задать совершенно несуществующий, ну, скажем, от 9 до 3 с шагом 2. Понятное дело, что такой slice будет пустой, если мы его куда-то применим, но как абстракция, ну, почему бы нет? Это просто 3 числа таких. Откуда, докуда, с шагом. Так вот, для того, чтобы получить вот такую конструкцию, вот такую, достаточно вызвать метод getEighting и в качестве параметра ему передать slice. вот тот самый, да. То есть, сразу, как бы, мы говорим, нет, ребята, все квадратные скобки, все синтаксические красивые конструкции типа вот таких. И это все на самом деле просто методы. Вот. В данном случае мы еще придумали, что этому методу надо передавать специальный объект, хранящий 3 числа. Начало, конец, шаг, да. Вот. Этот объект имеет специальный тип slice. Капитан очевидность подсказывает, что у slice-то тип slice. Вот. И вот с ним-то мы и передаем. Почему не было реализовано вот такое? Я не знаю. Точнее, знаю, но это относится к другому. На самом деле, когда вы передаете тюпль в качестве getEighting есть гораздо больше соблазна интерпретировать его не как начало, конец, шаг, а как три координаты в трехмерном массиве. Вот. Более того, вам скажу, в математических библиотеках математические массивы именно так и устроены. Им можно передать тюпль в качестве координат элемента. Кстати сказать, вот тут я забыл написать в плане, а возможно это стоит поговорить. Никаких синтаксически встроенных в питон многомерных массивов в питоне просто нет. Дело в том, что в питоне вообще с массивами все довольно просто. Вот. Мы про это чуть поговорим чуть позже. Вот. Но если вам нужно смоделировать какой-то двухмерный элемент, нет ничего проще. Ну, например, давайте мы сделаем массив строк. Да, значит... Нет, это у нас уже было. Что мы сделаем? Мы сделаем просто тюпли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, что я делал, не так? А, надо было, надо было скобочку открыть. Извините. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот вам, пожалуйста, кортеж строк. Ну, давайте сейчас еще сделаем вот так вот. Не, не хочет, он слишком короткий для него. Ну, ладно, не важно. Вот вам, пожалуйста, кортеж строк, да? Вот. Этот самый кортеж строк, к нему можно обращаться вот так вот. И вот так вот. Чем не двумерный массив? Да? Ну, или там будет список списков, например, целых чисел. Чем не двумерный массив? Вполне себе двумерный массив целых чисел. То есть, идея стоит в том, что если вы хотите просто на вашем алгоритме использовать вот такую двойную индексацию, да, сначала по номеру строки, а потом по номеру строки, нет ничего проще, да? Создаете последовательность последовательности, точнее, индексируемую последовательность индексированных последовательностей, ну, и дальше вот не обращаемся, да? Ну, вот, господи, для примера можно еще вот так сделать, да? Такой настоящий массив. Раз, два, три, четыре. Пять, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, один. Да, ну, хорошо, там. Ноль, один. Ну, вы меня поняли. Наоборот. Почему нет? А, а, р-р-р-р. Я тормоз. Вот, пожалуйста. Да? Сначала берем четвертый элемент. Раз, два, ну, ноль, один, два, три, четыре. И в этом четвертом элементе берем третий. Ноль, один, два, три. Вот он. Вот он. Вот вам, пожалуйста, имитация двумерных массив. Трехмерных, четырехмерных, скольки хотите мерных. Теперь, что касаемо... Да, это были кортежи, значит, строки. И вот мы начали уже вводить в дело списки. Обратите внимание, списки отличаются от... Списки отличаются от кортежей заданием. Там обязательно квадратные скобочки. В кортежах круглые скобочки. Можно иногда опускать, но иногда это приводит к глупостям. Вот таким вот. Вот. Значит, да. А вот тут вот вполне, вот видите, можно. Вот. Пускай вас не смущает понятие список, сразу скажу, внутри питона этот тип данных реализован как динамический массив. То есть, вот списки, в смысле связанные списки, то, что называется linked list, которая хранит в себе, значит, payload, то есть какой-то элемент, еще ссылку на следующий узел списка, и это все в питоне неинтересно, не нужно, вот. И работает медленно. А если вы хотите, чтобы работало быстро, вполне подойдет динамический массив, тем более, что он достаточно эффективно реализован у вас. Ну, если успеем, поговорим про это. А, спасибо, спасибо. Значит, про отсутствие границ. Обратите внимание, что... Спасибо, дорогой. Я сейчас объясню. Я просто забыл про это. Значит, вот у нас есть, допустим, наш... 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 Картеж t. Мы знаем, что мы не можем взять его номер в запределах границ. А вот когда вы делаете секцию из него, то ошибки не будет ни при каких условиях. В худшем случае вы просто получите пустую секцию. Ну, например, если вы ошиблись в указании индексации. Да, вот не написали вот так. Вот. То есть ошибки не получится никогда. Операция секционирования не проверяет границы. Вот в чем был ответ, что на самом деле имелось в виду, когда я говорил, что отсутствие границ при секционировании. Так, модифицируемый... Да. Так вот, значит, по аналогии с методом getItem, которому мы можем передавать индекс и получать результат, или которому мы можем передавать слайс и получать некоторые сечения нашей последовательности, в списках есть метод setItem, которому надо передавать два параметра. Тут вот написано один, но это ошибка два. Ну, давайте. Вот у нас есть список. Он уже у нас есть, да? Нет, нету. R. Вот наш прекрасный список. Вот, допустим, мы говорим R. Ну, скажем, первое равняется ку-ку. Шмяк. И у нас вместо красивого двумярного числового массива получилась некоторая ерундистика, но с точки зрения Python это вполне легальная ерундистика, так может быть. Вот. Значит, то же самое мы можем сделать, если напишем R.setItem. SetItem. Сначала индекс, по-моему, а потом ку-ку. Да. Опять-таки, значит, вот такая конструкция, где у нас слева стоит ссылка на элемент нашего, элемент нашего последовательности, а дальше операция связывания, раскрывается вызов метод setItem. На самом деле. В принципе, есть довольно хитрые штуки, когда мы... Вот давайте сейчас я покажу. Значит, A равняется range... Лист от range... Лист от range... Вот, скажем, 30. О! Много. 20. Во! И мы можем вызвать метод setItem, передав ему в качестве индекса не число, а пресловутый слайс. Ну, например, сказать, A от, скажем, второго до десятого равно... Что при этом произошло? Мы удалили все элементы, начиная со второго по десятый, не включая десятый, и заменили их на другую последовательность. Это была последовательность Q, она, разумеется, распаковалась, и поэтому получилось вот что. Это, понятное дело, аналогичное вызову метода setItem. Сейчас скажу. Да, вот у нас A. A.setItem. Только бла-бла. Тут у нас будет слайс от 2 до 10 с шагом 1. И тут будет Q. Та-дам! Вот. Обратите внимание на то, что в данном случае наш синтактический сахар распространяется не только на операцию со скобочками, но и на операцию связывания. То есть, вся вот эта конструкция превращается в вывод метода setItem. Понятное дело, что мы можем тут можем тут экспериментировать, можем написать вот так вот. Вот. Ага, тут 4. О! Обратите внимание, что слайс у нас был задан наперед, поэтому было Q, V, E и R. В случае, если мы указываем шаг не равный единице, то ситуация, когда мы заменяем последовательность одной длины на последовательность другой длины, она, понятное дело, невозможна, ну, потому что непонятно, как алгоритм такой вообще даже формализовать. Поэтому, в случае, если у нас шаг не равен единице, ну, или минус единице, то нам придется задавать под последовательность такой же длины, какой длины слайс мы здесь нарисовали. Вот. Понятное дело, что с точки зрения нормального синтаксиса это выглядит вот так. А от какого там от 10 до 2 с шагом минус 2 равно ну, и что-нибудь давайте вот. Обратите внимание на то, что модифицирование списка не меняет ее идентификатор. То есть, поскольку это модифицированный объект id от a всегда остается тем же самым. Несмотря на то, что мы его поменяли. В этом, собственно, смысл запись уже идет. К вопросу на том, будет ли запись, она происходит в данный момент. Значит, в этом смысл модифицированных объектов. Здесь надо поговорить про еще списковые сборки. Шикарно. как вы помните, мы с вами уже конструировали списки различным способом, задавая элементы вручную. Мы могли написать вот так вот. Что-то типа a равняется, ну, или давайте возьмем не a, l равняется, там, 1, 1, 2, 2, 2, 3, да, вот. Мы можем сконструировать список из другой последовательности, да, написать вот так, равняется лист, от, а тут передайте любую последовательность. Строку, range, это такая последовательность вычислимая, про них мы поговорим в конце лекции. Ну, в общем, что угодно. Ага. Ой, много. Ну, короче, вы меня поняли, да? вот. Есть еще один способ сконструировать, сконструировать список. Он называется циклическая сборка. это такое выражение, это не оператор, в том смысле, что это именно выражение, которое можно заевалить даже. Кстати. Вот. Но который слегка похож на цикл for, в том смысле, что там тоже участвует ключевое слово for. Мы можем написать вот так. l равняется, ну, скажем, i умножить на 2 плюс 1 for i in range от 10. что мы при этом получим? Мы возьмем последовательность range от 10. Это такая штука, последовательность. Вот. просмотрим ее. Пройдем ее по элементам от 0 до 9. Вычислим значение i умножить на 2 плюс 1. И составим из получившейся конструкции список. Вот. Вот это называется списковая сборка. Очень удобная конструкция, если вы хотите по-быстрому состряпать список, который состоит из чего-то там, из слегка обработанных элементов в другой последовательности. Ну, смотрите. Что мы делаем? Мы проходим последовательность по-элементам, конструируем из ее элементов новые и из всего этого собираем список. Вот. Значит, чтобы было понятно, эта конструкция, циклическая сборка, непростая. Она может быть достаточно сложная. У нее, например, может быть еще в конце фильтр и в i не равно 13. Только не 13, а 6. обратите внимание, что по сравнению с этим списком из него пропало число 13. Почему? Потому что мы прикрутили к нашей циклической сборке еще фильтр на это наше i, в котором, соответственно, прикрутивши к нему фильтр, мы просто не все элементы положили в список. Это первое усложнение, которое можно сделать над циклической сборкой. Обратите внимание, оно все еще читается. Сейчас я покажу второе усложнение, которое можно проделать над циклической сборкой. скажем, скажем, вот такое i умножить на g for i in ну, скажем, 1, 2, 3 for g in in 10, 20, 30. Только мне кажется, тут надо поставить скобочки. Во! Значит, обратите внимание на то, что, во-первых, это вложенные циклы прямо-таки, да, то есть, это прямо декартовое произведение, вот, раз, два, три, на 10, 20, 30. То есть, переменные i и j в разные моменты времени указывают на все возможные пары, да, ну, фактически это читается как вложенный список, как вложенный for, вот, вот, в лекции есть в плане, да, for внешний, for внутренний, for внешний, for внутренний. Некоторая интересная хитрость вот этой конструкции состоит в том, что мы в результате генерируем линейный список, то есть, циклы-то у нас в конструкторе вложенные, а результат линейный, иногда бывает очень удобно. У нас, я думаю, будет отдельная лекция, посвященная работе с итераторами, и там про это мы поговорим более подробно. А пока что вот вам, пожалуйста, списковая сборка. Удобный инструмент. что еще можно делать со списками, помимо того, что они являются динамическими массивами? Ну, видимо, пришло время рассказать про динамические массивы, хотя это не имеет отношения к идее, что можно делать со списком. Тип данных типа лист в питоне воспринимается как список, но в действительности это просто, это даже не массив, это то, что называется таблица. То есть, у вас есть какие-то объекты в питоновской памяти, и тип данных типа лист это массив ссылок на эти объекты. Ну, тех самых ссылок, которые связи, которые бывают имена, бывают вот у нас в списке есть связи с объектами и так далее. Вот. То есть, в действительности в действительности свойства у списка очень похоже на свойства у массива. Например, поскольку список является массивом связей с объектами, то список на 100 элементов занимает ровно 100 ячеек памяти, питоновской памяти, как у каких-то абстрактных ячеек. То есть, представляет собой 100 указателей, это не указатель, 100 связей или 100 идентификаторов объектов расположенных подряд. идентификатор объекта в питоне это большое целое число. Соответственно, у любого списка, даже если это список какой-то жуткой ереси, вот такой, например, у любого списка есть в памяти прообраз, который представляет собой массив, и нулевой элемент массива лежит в начале этого списка, первый элемент массива лежит вторым в этом списке, второй элемент массива третьим и так дальше и так дальше. Обычный массив. понятное дело, что мы можем список увеличивать, ну, например, написать l плюс равно или там аппент, добавлять туда элементы в конец. мы даже можем добавлять их в середину, написать insert, ну, давайте здесь какой-нибудь спойлер, да, вот, видите, перед первым элементом вставился элемент ddd, а здесь в конец добавился элемент 1, 2, 3, 4, вот, но с точки зрения питона эти операции будут аналогичны операциям над массивами, добавить в конец вы просто берете n плюс первый элемент массива и вписываете туда идентификатор объекта 2, 3, 4, а вот добавить в середину это значит, что надо переставить все идентификаторы объектов на единичку вперед, а вот в первый элемент вписать связь с тем объектом, который мы вставляем. То есть вот эта операция довольно дешевая, аппент, потому что это вписывание просто в конец массива, а вот эта операция довольно дорогая. Это сначала сдвиг всех данных массиве, а потом уже вписывание туда нужного элемента. Вот. Значит, почему операция добавления в конец считается дешевой? Понятное дело, что все списки в питоне и соответствующие массивы в представлении имеют фиксированную длину, не бывает нефиксированной длины. Вернее, не так, мы можем только один элемент в реальной памяти сделать нефиксированной длины, он называется куча. Вот он будет расти куда-то. Но понятное дело, что так не бывает. Поэтому в питоне используется следующий алгоритм. Если вы добавляете элемент в конец массива и там уже больше нет места, его размер просто увеличивается вдвое. то есть происходит релокация памяти и у вас внезапно память, которая занимает этот массив начинает занимать в два раза больше места. Теперь вы можете еще столько же элементов туда добавить. Если вы удаляете элементы из массива, то при достижении какой-то нижней марки, когда выясняется, что там условно говоря 10 элементов вы туда добавили, а их там 1000, опять-таки происходит реструктуризация и размер занимаемый массивом, объем памяти занимаемый массивом уменьшается. Это все тяжелые операции, но происходят они довольно редко, особенно в практике. То есть вы, конечно же, можете написать какой-то пример, который будет все время дергать этот верхний и нижний watermark, то, что называется, то есть заставлять питон изменять объем массива каждый раз, когда вы что-то с ним делаете, но это будет очень специфический пример, в real life такого не бывает. В real life если мы добавляем элементы в массив, мы в конце концов успокоимся и будем пользоваться как массивом. Вот. Или удаляем. А вот индексация, то есть обращение к какому-то элементу массива, скажем, к четвертому, это очень дешевая операция, потому что нам всего лишь нужно посмотреть в таблицу, выбрать у него четвертый элемент, домножить на начало таблицы, умножить на 4, умножить на размер одного идентификатора и выбрать указатель и дальше сходить по нему за объектом. То есть мы можем без ограничения общности, понятно, со скидкой на вообще интерпретацию и поиск имен в пространстве имен и вообще преобразование всяких питоновских, которые делают, работают с нашими объектами, мы можем с такими оговорками считать, что наш тип данных типов лист это массив, потому что доступ к нему константный, значит, операция добавления в конец константная, это риторический вопрос, как перестать писать плохой код. Я не знаю. Вот. Лучше не начинать. Но это операция индексации элемента в массиве вот такая, скорее всего, то есть константная по определению, операция добавления элемента в конец массива. Скорее всего, константная, если вы не уперлись в динамическое изменение размера, а это происходит достаточно редко, или происходит достаточно быстро, если массив маленький. Вот. Операция удаления с конца константная сложность, потому что, опять-таки, либо она просто константная, либо вы динамически изменяете размер массива, но это редко случается. Вот. И в этом смысле очень удобная штука. Операция вставки в середину массива имеет линейную сложность, зависящую от длины массива. Вот. Ну и операция поиска, ну что-то типа она имеет тоже линейную сложность, в среднем половина длины, да, то есть вы ищете элемент, происходит сравнение каждого с тем, который у вас есть. Вот. Это еще один аргумент, почему, вообще говоря, связанные списки в питоне не нужны. Смотрите. Давайте оценим. Да, 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 значит, я уже говорил про это. В какой-то момент уменьшает, но в тот момент, когда у вас слишком много остается свободной памяти и слишком маленький размер массива. это тоже довольно редко происходит. Более того, именно в случае списка это еще как бы там вот этот вот коэффициент, начиная с которого нужно реструктурировать память, он достаточно жесткий, то есть мы довольно долго можем жить с пустым массивом и ничего с ним не делать. Так вот, давайте еще раз разберемся, почему утверждается, что связанные списки в питоне не нужны. Связанный список, как структура данных, работает в каком-то смысле даже менее эффективно, чем динамический пассив вот в такой форме, в котором он реализован в питоне. Смотрите, поиск по списку и по массиву линейный, добавление в конец по списку и по массиву линейный, удаление из конца по списку по массиву линейный, все одинаково, индексирование по массиву константное, какой линейный, соврал, добавление в конец, удаление из конца константное, индексирование по массиву константное, а по списку линейное, вы не можете взять связанный список и взять у него, скажем, восьмой элемент. Фактически восьмой элемент списки это проход от начала списка вперед. Так что индексирование по массиву это константная операция, а по списку это операция линейная, со сложностью среднем половина длина списка. И только вставка и удаление в произвольное место в массиве линейное, а в связанном списке константное. Внимание, вопрос. В каких случаях вообще мы можем хотеть вставить элемент внутрь списка какого-то, не производя перед этим поиск этого места, куда мы собираемся вставлять. Вот если мы заранее знаем, что после элемента какого-то там в списке надо что-то вставить, действительно эта операция вставки константная. Но если мы сначала должны найти этот элемент в списке, где он там находится, то внезапно мы выполняем линейную операцию поиска, и здесь опять у нас в смысле вычислительной сложности все сходится. Значит, в связанный список вставка в произвольное место действительно константное, но поиск этого места такой же линейный, как и в массиве. Более того, если у вас массив, например, упорядоченный, то там можно еще и бинарный поиск организовать. Тогда поиск будет логарифмической сложности. А в списке нельзя. Такие дела. То есть, существует не так уж много алгоритмов, в которых действительно требуется вставлять или удалять элементы в списке в каком-то месте, неравном его концу. Один такой алгоритм есть. Этот алгоритм называется очередь. Вот очередь – это такая штука, где мы добавляем в конец, а удаляем из начала, ну или наоборот. И в этом смысле у вас, допустим, если мы собираемся реализовать очередь с помощью списков, ну вот тех самых, с помощью типа данных листов. Разумеется, что-нибудь, какая-нибудь из этих операций, либо добавление, ну короче, та операция, которая работает с началом и не с концом списка, будет работать медленно. Понятно, почему. Добавление в конец – это всего лишь модификация топ нашего стека. Я забыл сказать, что список в питоне реализует абстракцию стек практически один в один, но вы могли и сами догадаться. по наличию append, он же push и pop. Вот. Так вот, значит, список в питоне реализует абстракцию стек, а вот для реализации абстракции очередь, он не пригоден, или точнее пригоден для малых размеров, потому что одна из операций, та, которая будет связана с началом нашего списка, а не с концом его, будет иметь внезапно линейную, а не константную сложность. Для этой цели в питоне есть специальный тип данных, который называется DECA, похоже на слово DEC-колода. вот. Который, значит, поддерживает и алгоритм append, и метод append left. вот. Метод pop и метод pop.lef вот. Значит, если мне не изменяет память, этот тип данных написан на питоне, то есть там внутри есть некая эффективная реализация, да, можно посмотреть, кстати, можно посмотреть, там внутри есть некоторая эффективная реализация на питоне, вот, которую можно, в принципе, и почитать. А, нет, он где-то внутри там. Ну, в общем, в общем, а, а, это значит, что он на СИ. Это значит, что он на СИ. Ну, окей, значит, есть эффективная реализация на СИ. Короче говоря, короче говоря, значит, тип данных DECA, такая последовательность, естественно, естественно, она является последовательностью, да. Вот. Естественно, она является последовательностью, в общем, все, как бы, нормально с этой самой DECA, кроме того, что она еще позволяет вставлять не только в начало эффективно, но и в конец. Как это реализовано на СИ, не скажу. Достаточно эффективно. Понятно, что банальный динамический массив, то бишь список, эффективнее. Но это какие-то проценты, о которых уже речь не идет. Еще одна последовательность в питоне, вычислимая, это самое модифицируемое, она называется множество. Множество задается перечислением элементов в фигурных скобочках. Обратите внимание, что произошло. Множество это неупорядоченный набор из произвольного числа неравных, уникальных, то бишь, константных объектов питона. Только константных, ну и, разумеется, как полагается, множество неравных. Тут он по какой-то причине множество у нас упорядочилось, но, в принципе, оно не обязано это делать. Вот видите, не обязано. Вот. Вообще порядок следования порядок следования элементов в множестве не определен. Такая забавная последовательность, у которой есть возможность пройти ее поэлементно. Ну, например, мы можем написать лист от S. Пожалуйста. Мы можем пройти по множеству мы можем пройти по множеству циклам, но, как вы видите, элементы в множестве будут лежать не в том порядке, в котором вы туда складывали. Вот. Ну, потому что оно для другого множества. Оно для того, чтобы, ну, работать с ним как с множеством. Ну, смотрите, мы можем, например, взять и написать пересечение двух множеств. Такого, ну, и скажем, вот такого. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь. Вот. Пересечение, то есть, те элементы, которые находятся в двух множествах одновременно. Симметрическая разность. Элементы первого множества, которых нет во втором. Объединение. Да? Что еще есть? Исключающие или, забыл, как это называется. А, или это называется симметрическая разность. А вот это называется просто дополнение. А это называется дополнение. А это симметрическая разность. Симметрическая разность это такие элементы обоих множеств, которые встречаются только в них и не встречаются в их объединении. В их пересечении. Короче говоря, теоретика множественной операции. Вот. Почему я вообще говорю про такой тип данных, как множество? Потому что множество это такая последовательность поиск элементов который имеет логарифмическую слаженность. А в некоторых случаях даже линейную. Что удивительно. Как это происходит? Происходит это таким образом, что множество является хеш-таблицей. Что такое хеш-таблица? Это ситуация, когда мы из какого-то объекта, ну скажем, вот у нас есть объект такой вот а. Изготавливаем хеш. Жмак. И это получается здоровенное целое число. Таким образом, это целое число подобрано таким образом, чтобы для похожих объектов эти числа были не совпадали. То есть для почти похожих объектов хеши должны не совпадать. таким образом, мы имеем при когда у нас есть большой набор объектов, мы имеем очень разные хеши и очень низкую вероятность совпадения. То есть подобрать строку, у которой хеш будет равен вот этой хигне, так просто нельзя. Это довольно сложно. После чего переходя к хешу, мы можем взять остаток отделения от него на, скажем, ну не знаю, там 32 и получить вполне себе индекс. Давайте мы так даже не так сделаем, а вот получить себе индекс, по которому этот элемент будет зажать наши хеш-таблицы. а вот это другой индекс, а это третий индекс. Видите, да? То есть если табличка у нас очень маленькая, в данном случае на 32 элемента, то первые несколько элементов, которые мы в него помещаем, они просто попадут на нужное место. А вот дальше начнутся проблемы. Допустим, мы, если долго будем сейчас значит quer плюс s for s in if от quer плюс s равняется процент 32 равняется ну, скажем, 8 дынс. Только один, смотрите-ка, удивительным образом, как так вышло. Ну, хорошо. а 18 ни одного. А почему? А, 17, видимо. О, вот он. Все. Смотрите. Вот у нас, оказывается, есть аж, ну, тут два раза а, потому что тут а два раза встречалось, но это не важно. Вот у нас есть две строки, у которых хэш, остаток отделения на хэш, хэш на 32. Да-да-да, это какая-то, это, правильный ответ, этот хэш берется по какому-то именному алгоритму, потому что это внутренняя функция. Алгоритм хэширования в питоне описан, можете посмотреть. Значит, времени у нас мало, я хочу по-быстрому закончить. Значит, смотрите, еще раз, да, есть шанс, что при маленькой размере хэш таблицы у нас хэши совпадут. Вот они совпадают. Да, когда таблицы маленькие, то есть их всего там от нуля до тридцати одного. Вот. Значит, ну, во-первых, можно размер хэш таблиц увеличить, то есть увеличить вот эту вот штуку. Во-вторых, можно как-нибудь так сделать, чтобы, если вы пытаетесь положить очередной элемент, например, вы положили в хэш таблицу кверу, а теперь надо положить квера. Вы берете там, добавляете какую-нибудь к нему штуку и перехэшируете еще раз. Вдруг новое место, куда вы положите элемент, окажется свободным. Да, и есть довольно простое правило, да, если у вас там примерно одна треть, то есть у вас хэш таблица, допустим, на тридцать два элемента, да, если у вас там в ней десять элементов, можно хранить, а если больше одной трети, то надо увеличивать в два раза, как обычно. У вас там, если у вас там двенадцать элементов, то хэш таблица должна быть где-то на шестьдесят четыре. По-моему, такие правила. Или наоборот две трети, я не помню. Главная идея в следующем, что поиск данных по множеству, это поиск данных по хэш таблице, в хорошем случае вообще константный, вы сходили, вычислили хэш, сходили по индексу, увидели там эти данные, вот, в очень плохом случае он линейный, но это надо очень-очень постараться, чтобы все элементы, которые вы хэшируете внезапно, у них хэши совпали, а это почти невозможно. Да? И в случае довольно сильной загруженности хэш таблицы, он логарифмический, этот поиск. В отличие от списков и вообще массивов, да, по которым поиск данных линейный, тут он либо константный, либо логарифмический. Такие дела. Множество бывают, да, значит, еще раз, в множество можно ходить только константные объекты, из которых вычисляется хэш. Вот. Это какая-то питонская функция. Вот, ее алгоритм читайте, читайте в описании питона, там где-то есть. Так вот, множество бывают, множество это модифицированный объект, в нем можно хранить только константные объекты, например, в множестве нельзя хранить множество. То есть, если мы напишем, что S равняется 1, 2, 3, 1, 2, 3, нам скажут, что unhashable type. Почему? Ну, потому что S у нас модифицирован, мы можем взять и вычесть оттуда, ну, допустим, а идентификатор S от этого не изменится. Ну, мы помним, да, значит, у множества не меняется идентификатор, в смысле, у модифицированного объекта не меняется идентификатор после операции с ним. Вот. Если вы хотите константное множество, такая штука есть. Они называются замороженные множества. Вот из замороженных множеств множество может состоять. У замороженного множества нету собственного конструктора, есть конструктор frozen set. Вы можете написать так. A равняется frozen set от, ну, допустим, 1, 2, 3, B равняется 1, 2, S равняется AB. Я написал A равняется AB. Жесть. Я хотел написать S равняется AB. Ну, неважно, вы меня поняли, короче. Вот. То есть составить множество из таких штук можно. Пожалуйста. Вот. Они, замороженные множества, отличаются от обычных множеств тем, что там нельзя, нельзя в них ничего добавить. Вот. То есть нельзя изменить. там A плюс равно, допустим, 4. Ну, естественно, в обычном множество, естественно, можно. Плюс равно, естественно, вот так. Кстати, наверное, так можно написать. Так можно написать. У нас просто будет другой объект A. Двенч. Вот. Короче, поэкспериментируйте с этим. Значит, у нас будет одно домашнее задание, которое легко решается через замороженные множества, а через обычные не очень легко. У меня осталось 3 минуты на вычислимой последовательности. Даже написано, что можем не успеть. Ну, смотрите. Мы с вами уже разобрали разобрали вычислимую последовательность под названием range. Вот. Давайте так, от 10 до 100. Обратите внимание, что это такой тип, специальный объект, что этот специальный объект еще не индексируем. Обратите внимание. Индексируем. Что он является последовательностью. Единственное, чем он отличается важным образом от всех других изученных нами последовательностей за сегодня, что он не хранится в памяти, он вычисляемый. То есть, у R есть метод getitim. И в тот момент, когда мы вызываем метод getitim, обычная арифметическая прогрессия позволяет нам вычислить, какой должен быть пятый элемент этой последовательности. Вот. В действительности ничего не хранится, это просто некая формула, ну, арифметическая прогрессия просто-просто. Вот. То есть, для того, чтобы быть последовательностью, питома не обязательно что-то хранить в памяти, а обязательно иметь элемент getitim. Ну, там есть, мы еще будем говорить про другое, но вот вполне достаточно, например, достаточно этого. Какие еще бывают вычислимые последовательности? Например, enumerate. Enumerate вам вернет последовательность пар индекс и элемент. Индекс и элемент. Смотрите. то есть, если мы напишем что-то такое for e in enumerate set и , то увидим вот такое. Опять-таки, видите, это храним, это не хранимая последовательность, она вычислимая. Ну, что еще есть? Еще есть reversed, sorted и zip. Вот на этом мы, пожалуй, закончим. Значит, reversed от догадайтесь, что это такое. Понятно, это последовательность, по которой, если проходить ее вперед, то на самом деле мы будем проходить исходную последовательность задом наперед. Sorted это вообще исключение из правил, потому что это никакая не специальная вычислимая последовательность, а просто список из отсортированных элементов. Ну, и самое интересное, это, конечно, zip. zip возвращает, в данном случае он вернет последовательность из четырех пар. нулевые элементы, первые элементы, вторые, третьи. Давайте посмотрим, что будет, если мы тут их... А в данном случае, поскольку у него три параметра, последовательность из трех троек, надо было тут еще так сказать, так вот понятно, да, из четырех троек, нулевые элементы наших последовательностей, первые элементы, вторые, третьи. Причем, понятное дело, здесь может быть что угодно. Вот. Тоже такой пример вычислимой последовательности, да, zip сам по себе является zip object, естественно, он не вычисляет все вот эти всевозможные пары, это было бы долго и нудно, в смысле не хранит, извините, не хранит, да, он их вычисляет в тот момент, когда мы к ним уходим за соответствующим элементом. Кстати, он неиндексируемый, потому что мы должны сначала вычислить один элемент, потом другой, потом три. Все. Значит, на этом я заканчиваю свою лекцию, мы такой выжил несколько лишних минут. Значит, значит, да, сегодня будет DZ, то есть я просто сейчас сделаю перерыв и буду его деформулировать. DZ уже есть, на самом деле, формулировка вот этой задачи, ближайшая, простая, тоже есть, к ней даже тесты уже есть. Единственное, чего нету сейчас, это DZ в EJARGE, но я его сделаю. Вот. Значит, я уже ответил на вопрос for eval, давайте я еще раз повторю. for eval, они вообще проразные. for это проход элементов последовательности, while это итеративное вычисление условия с его проверкой и, соответственно, выходом за его пределы. Поэтому ответа на вопрос, что быстрее for eval, не существует. Ну, смотрите, это две совершенно различные операции. Циклическое выполнение действий в связи с тем, что у нас условия проверяются каждый раз и циклическое выполнение действий в связи с тем, что у нас последовательность заканчивается. То есть, ну, я не знаю, как ответить на вопрос, что быстрее. Ну, если слон с китом схватится, кто кого заборет. Вот. я бы мог ответить на вопрос, конкретный код с использованием цикла for и с использованием цикла while, какой из них быстрее? Ответ на вопрос такой. Нет, for не сделан при помощи while. For – это такой специальный конструкт, который проходит итератор поэлементно. Там не нужно проверять условия, да? Мы просто ходим к итератору, пока этот итератор не бросит исключение stop iteration. Это если туда забуряться. Вот если вы, например, реализовали проход поэлементной по списку с помощью цикла while, с помощью проверки и все такое, там, сравнение длины, индексации и всякой вот этой ерунды, вот это действительно будет медленнее, чем если вы сказали for элемент in список. Так. Мне кажется, что нам пора заканчивать. Вот. Давайте перенесем дальнейшее обсуждение в чатик, в телеграмный, если кому очень хочется. Вот. А здесь уже пора просто на кнопочку нажимать. Вот. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...